Итак, всех приветствую, мои хорошие и замечательные. Всем выражаю свое глубокое уважение и почтение, потому что в этот солнечный выходной день, субботний день, первую половину дня вы решили посвятить тому, чтобы разобраться со здоровьем, услышать новую информацию, что-то улучшить в своем здоровье. То есть это неравнодушное отношение к своему здоровью. Здравствуйте, здравствуйте всем. Потому что я знаю, что многие сегодня выбрали пойти и разрушать свое здоровье вместо какого-то полезного действия для своего здоровья. Мы знаем, что выходные дни – это просмотр сериалов, это различные вечеринки с алкоголем, переедание. А мы с вами вот такие молодцы, зожники, да, сегодня встретились для того, чтобы еще раз поговорить о здоровье, дать какие-то дополнительные инструменты, вопросы, решения проблем со здоровьем. Листаю вниз, листаю вниз. Очень много сегодня участников не включают свои камеры. Включайте, пожалуйста, потому что очень хочется, чтобы была интерактивная школа. У меня сегодня для вас два подарочка. Мы обещали, мы анонсировали два подарка. Они будут в течение всего процесса, всей встречи. В конце я озвучу, какой подарок будет у нас вторым. Первый подарок будет где-нибудь в серединке нашей сегодняшней встречи. Поэтому оставайтесь все до конца. Информация будет такая, о которой еще никто нигде не говорил. Знаете, почему именно я сегодня являюсь спикером этой школы? Потому что я могу принести определенную пользу. У меня есть определенные знания, определенный опыт, насмотренность. Я врач-хирург. И по воле судьбы я всегда работала в многопрофильных центрах. То есть у нас были большие операционные блоки. Меня зовут Марина Майер. Я не представилась. Тех, кто меня не знает. 17 лет хирургического стажа. 10 лет неотложка. 7 лет плановая хирургия. И я всегда работала в таких стационарах, где были многопрофильные операционные. То есть наш главный врач всегда говорил о том, что мы должны ротироваться между операционными. То есть я ассистировала, участвовала в операциях у нейрохирургов. И я знаю, какой на ощупь нерв. Как он выглядит, если он больной и если он здоровый. Я знаю, как выглядит печень, когда она здоровая и когда больная. Я знаю, какая она на ощупь. Я знаю, какой на вид и какой на ощупь желчный пузырь, если он больной и если он здоровый. Я знаю, какая матка на ощупь и на внешний вид, если она здорова или если она больна. И вот эта насмотренность и вот эти знания, которые я получала в операционной изо дня в день, помогая своим коллегам, ассистируя в операционной при различных заболеваниях, удаляя желчный пузырь при желчекаменной болезни, стентируя мочеточники, если в них застревали камни почек, камни мочевые. Помогая убрать гематому, если вдруг произошло внутримозговое кровоизлияние. То есть очень много на самом деле, конечно же, работа с хирургами, работа с кишечем. На самом деле, патологии я видела и трогала своими руками. И поэтому вот эта насмотренность и определенная неудовлетворенность результатами врачебной своей работы, результатами того, что мы имеем после операции, она однажды сподвигла меня на то, чтобы разобраться в этом поглубже. Почему больные органы мягкие? Почему больные нервы мягкие? Почему они тусклые? Почему, знаете, есть такие мешочатые расширения каких-то сосудов кровеносных, лимфатических? Почему, когда что-то болеет, рядом обязательно варикозно расширенные вены, которые уносятся, кровь от этого органа? И, конечно же, я однажды нашла такую информацию, как недостаточность соединительной ткани. Недостаточность соединительной ткани на сегодня – это признанное в официальной медицине понятие, которое определяет уровень развития заболевания любых органов, я сейчас попозже объясню, что такое соединительная ткань, в самом ее начале, в самом начале заболевания. И, понимаете, если мы разгадаем вот этот ключ, если мы найдем инструмент, который поспособствует тому, чтобы соединительная ткань была функционально нормальной, тогда мы сможем профилактировать развитие многих заболеваний. Или если заболевания уже возникли, то тогда мы сможем начинать восстанавливать здоровье постепенно. Итак, соединительная ткань. У нас весь наш организм, он состоит из четырех видов ткани. Мышечная ткань – это девятый класс, анатомия, школа. Все мы про это знаем. Это не новое для вас. Просто мы вспомним, да, как бы обобщим все. Соединительная ткань – это огромный орган в нашем организме, да. Это все полые органы – кишечник, сосуды, лимфатическая система. Меня слышно? У меня прошел тут звонок. Слышно. Это все паренхематозные органы, да. То есть вы понимаете, что полые органы – это некая трубка, в стенке которой содержится соединительная ткань. И вот эта форма трубки, ее растяжимость, способность к сокращению – все зависит от того, здоровая ли у нас соединительная ткань или нет. Все паренхематозные органы – печень, поджелудочная железа, щитовидная железа – это все органы, которые клеточки, да, щитовидной железы, щитовидной железы, клеточка гепатоцит печени, они все располагаются в определенном матриксе, в определенном каркасе. И это называется соединительная ткань. То есть если бы у нас не было бы соединительной ткани, наша печень была бы жидкой, да, состояла бы, можно было ее налить в стакан, гепатоциты перелить, да, в клетке печени туда и обратно, наша матка была бы жидкой, глаз был бы жидким. То есть вот эту форму, структуру, пружинецтость, способность к растяжению, способность к сокращению – это все соединительная ткань. Кости – соединительная ткань. Кровь, лимфа – это все соединительная ткань. Представляете, весь наш организм, вот то, как вот, а в наше вот опорно-двигательный аппарат, то, что мы имеем вертикальное положение, то, что мы вот имеем вот такое строение, которое мы имеем, в этом заслуга соединительной ткани. Я уже говорила, да, о том, что у нас четыре вида ткани – мышечная, нервная, соединительная ткань. И какая у нас еще ткань есть? Забыла. Нервная, соединительная, мышечная – неважно. Мы сегодня говорим о соединительной ткани, да? И вот именно то, в каком окружении клетки находятся наших органов, зависит то, как к ним придет питательное вещество, как от них уйдет питательное вещество, будут ли они сдавлены, будут ли они… Костная ткань относится к соединительной ткани. Представляете, вот забыла, вылетела напрочь. Будут ли они сдавлены, будут ли они в свободном состоянии, сколько кислорода придет к клеткам. От этого, друзья мои, от состояния соединительной ткани, от этого каркаса зависит здоровье. На сегодня очень много мы говорим о красоте снаружи. Эпителиальная, да, спасибо, Ксения, эпителиальная ткань. Все наши слизистые – это эпителиальная ткань. Кожа – это эпителиальная ткань. Вот, вся наша наружная красота, да, все это, весь наш внешний вид, все тоже зависит от состояния соединительной ткани, потому что кожа – это эпители снаружи, да, снаружи, а дальше идет под кожей соединительная ткань, и от ее состояния зависит то, будут у нас морщины, будет ли вид дряблая кожа, да, будет ли она ровная или неровная. И если снаружи мы видим какие-то изменения, и у нас первый призыв к действию – это пойти обратиться к косметологу, который что-то сделает снаружи, да, с кожей нашей. Мы видим морщинки, мы видим тусклость кожи, и мы видим какие-то высыпания, и предпринимаем действия. А внутри, представьте себе, если у нас появляются морщины, а что происходит внутри? Вы когда-нибудь об этом задумывались? Вот каждая наша морщинка на лице, ведь это говорит о том, что внутри соединительная ткань, она тоже страдает. И каждый наш орган начинает испытывать какой-то дискомфорт сначала, с которым организм какое-то время может справляться, и если ему не помочь, вовремя, как говорится, не постелить соломку, то однажды деструктивные процессы в наших внутренних органах, этой соединительной ткани, начнут преобладать над синтезом. И в этом случае начнут развиваться различные заболевания. Что влияет на состояние соединительной ткани? Как вы думаете, что влияет на состояние соединительной ткани? Соединительная ткань бывает разная. Кости – это твердая соединительная ткань. Связки, хрящи – это эластичная соединительная ткань. Маргарита пишет, что коллаген, уровень коллагена в организме влияет на состояние соединительной ткани. Одно из условий. Согласна. Как думаете, что еще? Что еще влияет? Коллаген, эластин пишут. Андрей пишет, вода. Да, питание. Вода. Все правы. На самом деле соединительная ткань, вот эта вот ее эластичность зависит от уровня увлажненности, от того, как мы питаем, от того, что мы даем, какое количество жидкости мы можем предоставить нашей соединительной ткани. Вообще соединительная ткань не относится к важным тканям для нашего организма, ну что для организма, я имею в виду в плане жизнеспособности, ну что для нашего организма кости, ну что для нашего организма суставы и хрящи. Ничего. Самое главное – обеспечить водой в первую очередь мозг, сердце, почки, легкие. Это те органы, от которых зависит наша жизнеспособность, да, наша жизнь. Поэтому, если мы пьем мало, то ту долю воды, которую мы пьем, ту маленькую долю, организм в первую очередь отдаст кому? Сердцу, почкам, легким. А все то, что мы не допили, значит, мы оставляем в дефиците свою соединительную ткань. Мы оставляем в дефиците кости, да, не поим их. А на минуточку есть определенный химический состав костной ткани, в котором должно быть определенное соотношение воды, молекулы H2O, да, органических и неорганических соединений, и от преобладания, от баланса органики и неорганики воды и каких-то твердых неорганических соединений, которые вот определяют вот эту вот твердость костной ткани. От этого как раз таки и зависит то, как наши кости будут функционировать. А что у нас за функционирование костей? Это обеспечение нашей опорной, да, опорная, двигательная активность наша. Бывают такие случаи, когда люди от легкого падения ломают руки, ноги, кости, да, то есть это все разрушается. Почему? Потому что мы не допоили свою кость, она стала хрупкой. То же самое и про суставы. Они уже не имеют способности. Хрящевая ткань, она уже настолько дегидратирована, она настолько разрушена уже, что имеется повреждение хрящевой ткани. А когда имеется повреждение неровности, то при движении головки относительно суставной поверхности, да, оно становится болезненным, потому что здесь все шероховатое, все разрыв. И поэтому, конечно, одно из главных условий — это водный режим. Вода должна быть определенная, здесь все продвинутые, да, участники нашей конференции все знают, что вода должна быть с Ашекурумайн обязательно. И именно эта вода зайдет в труднодоступные участки хряща, костной ткани, зубной эмали, вот эти вот соединительно-тканных структур, которые составляют каркас печени, каркас, чего там, каркас матки, каркас щитовидной железы, да, от этого будет зависеть. Второе важное условие для того, чтобы соединительная ткань была мощной, способной к функционированию, это, конечно же, ее обеспеченность коллагеном. Коллаген — это белок. И сейчас очень много информации о коллагене. Кто-то говорит, надо пить, кто-то говорит, да просто костным бульоном можно заменить, кто-то… в общем, информация на самом деле очень много, и в этом очень трудно запутаться, да, очень легко запутаться, очень трудно разобраться. Я сейчас сделаю, конечно, свои какие-то выводы, я подведу, расскажу вам свое понимание этой ситуации, но расскажу свои наблюдения в операционной. Я очень благодарна себе за то, что я веду дневник, куда я записываю интересные случаи своих пациентов, клиентов, потому что мозг, он не настроен на то, чтобы запоминать столько, да, всего. Поэтому вот когда запишешь на листочек, потом через некоторое время считаешь свои записи, и все действительно так вот как-то становится, вот все пазлы складываются. И вот вчера, когда я готовилась к сегодняшней конференции, я открыла свой дневник с 2017 года, где я записывала все свои наблюдения, что было в операционной, какую операцию сделали, что было до, что было после. И знаете, что я заметила? Те женщины, которые… Я же всегда собираю анамнез перед операцией, да, я спрашиваю, а что вы пьете, какие вы пьете добавки, какие вы пьете лекарства, какие у вас есть хронические заболевания перед операцией, это обязательно. И я всегда отмечала женщин, которые пили коллаген, потому что для меня это было очень интересно. Коллаген, какой фирмы, я сама для себя его просто очень сильно хотела. И потом я смотрела, спрашивала, сколько женщины пьют коллаген, и потом я смотрела в операционной на состояние внутренних органов. Потому что эта тема, она уже давно муссируется. И знаете, какие наблюдения? Не все женщины, не у всех женщин, которые… Наблюдалось хорошее состояние соединительной ткани. И тогда, когда я познакомилась… Я понимаю, что не весь коллаген, который сегодня существует на рынке, он приводит к какому-то определенному результату, да. А когда я познакомилась с компанией два года назад и стала использовать в своей практике промарин, пептиды, коллагена, я убедилась не только, когда смотрела внутрь, да, у нас при лапароскопических операциях мы получаем 10-20-кратное увеличение. Мы можем видеть структуру прям вот всех тканей, органов. И достаточно было женщине 3 месяца пропить коллаген, и ее внутренние органы выглядели уже… Промарин, пептиды, коллагена, ее внутренние органы выглядели совершенно по-иному. Это я вот изнутри видела. Что я видела снаружи, со стороны, когда женщина лежит на гинекологическом кресле, я гинеколог, я видела совершенно другую диафрагму тазовую. То есть тазовое дно совершенно по-другому выглядело у женщин, которые пьют промарин, пептиды, коллагена. Я пришла к выводу, что коллаген внутрь имеет свой положительный, замечательный, хороший эффект. И это альтернатива операциям при опущениях тазовых органов, при недержании мочи, при еще каких-то, да, патологиях. И при этом я понимаю, что усвоение коллагена – это все-таки такая ключевая фишка, да, о которой производитель должен заботиться. То есть просто взять и написать, что это коллаген, говяжий, там, да, свиной какой-то, там очень крупные молекулы. Да, это коллаген, но там очень крупные молекулы, он не усвоится. И вот эти наблюдения, конечно же, привели меня к тому, что я стала очень глубоко изучать усвоение коллагена, белковое. По поводу опущения кишечника, да, сейчас расскажу. У нас в конце будет очень интересная познавательная игра, подарок, бонус от меня. И вы сможете задать мне любую ситуацию, патологию любую, щитовидной железы, кишечника. Я вам объясню, как недостаток коллагена повлиял на развитие того или иного заболевания или, например, да, как может зависеть здоровье того или иного органа в зависимости от дефицита коллагена. Вот спрашивает у меня, при ректоцели помогает? Конечно, какая разница ректоцели, цистоцели? Неважно, какая патология, какой вид опущения стенок влагалища. Коллаген – это альтернатива, прием внутрь коллагена и воды. Это все приводит к тому, что мы можем избежать операции по опущению стенок влагалища. Потому что что это такое опущение стенок влагалища и недержание мочи? Это недостаточность тазовой фасции. Фасция тазовая – это соединительно-тканная структура, от которой зависит, состояние которой зависит от того, сколько вы пьете воды и какой вы пьете коллаген. И сколько, и как вы его пьете. Это очень важно. Цирроз печени. Да, я все себе записала. Обязательно отвечу на эти вопросы чуть позже. Записала в голове, называется. Так вот, когда мы сегодня говорим о том, что необходимо восполнять дефицит коллагена, мы говорим не только о красоте и молодости нашей кожи, мы говорим вообще о здоровье, о продолжительности жизни, о том, как мы будем реагировать на агрессивные факторы окружающей среды. Потому что мы все живем. Знаете, сегодня утром я получила очередное убеждение в том, что наш коллаген рабочий. Я утром каталась на лыжах, и у нас очень скользко, ноги разъехались. Я никогда не сидела на шпагате. Но я уже шесть месяцев без перерыва сижу, пью коллаген наш. И у меня сегодня вот так вот меня растащило ноги. Я села на шпагат. Вообще абсолютно в таком шоке, что мне не больно, что я просто смогла это сделать. Вот так вот для себя неожиданно. Я еще раз проверила в том, что коллаген работает. Очень здорово, классно, на все связки во всех местах, как говорится. Так вот, об антиэйджинге. Я не знаю, видели вы или не видели. Я записывала видеоролик. Что такое антиэйджинг для меня, как для врача-хирурга. Антиэйджинг – это для меня не состояние кожи. Я ни в коем случае не умоляю. Для нас, для женщин, это крайне важно, как мы выглядим. Но я сейчас немножко о другом. Я сейчас о том, насколько долго человек с повышенным артериальным давлением будет жить в этом мире с нами. Знаете, от чего это зависит? Это зависит от того, насколько прочные у него будут сосудистые стенки. Потому что перепады давления у людей с гипертонической болезнью, они есть, они были и они будут. Ну, если человек не будет пытаться решить этот вопрос. Но прочность сосудистой стенки, когда вот эта ударная волна, повышенные гипертонические кризы, когда резко повышается давление, сердце с силой выбрасывает большой объем крови и начинают сосуды расширяться. Потому что, ну, а как им по-другому, да? И начинается это все давление на стенку сосуда. И оно настолько высокое, что от того, насколько там коллаген в этой стенке, да? Вот насколько прочная стенка. Вот будет зависеть, сможет этот сосуд дальше протолкнуть эту кровь и не разорваться. Если же стенка непрочная, если коллагена мало, если он разрушен, если воды не допили, то коллаген влияет на грыжи позвоночника, да? Про это я тоже сейчас расскажу. И вот разрыв сосуда иногда бывает фатальным. Не иногда, а чаще всего. Потому что разрыв сосуда – это кровоизлияние. Кровоизлияние в мозг, инсульт по геморрагическому типу, да, говорят. Инфаркт миокарда, разрыв аорты – это смертельная, там очень малый процент выживаемости. Разрыв аневризма аорты, аневризма мозговых артерий при повышении давления при гипертоническом кризисе. Так вот, про антиэйджинг. Возвращаясь к тому, да, сколько человек, какова будет продолжительность жизни человека, у которого поставлен диагноз гипертоническая болезнь, зависит от того, какой уровень коллагена в его сосудистой стенке. По поводу грыжи межпозвоночного диска. Я работала в многопрофильном центре и ассистировала нейрохирургам, своим коллегам при грыжах межпозвоночных. И вы знаете, очень такая... Грыжи все на ощупь. Что такое грыжи межпозвоночного диска? Каждый позвонок между собой соединяется межпозвоночным диском, который представляет из себя такое фиброзное ядро, ой, фиброзное кольцо. Это вот такие волокна соединительной ткани, они так вот закручиваются по кругу. А внутри пульпарное ядро. Это тоже хрящевая ткань, это тоже соединительная ткань. И вот это пульпарное ядро, оно так сильно сдавлено между нашими позвонками, и оно все время стремится расшириться. Это нам нужно, это нам необходимо, потому что наш позвоночник должен иметь способность к амортизации. Вот поняли, да? Когда что-то находится окруженное чем-то плотным в центре, вот это ядро, которое может расшириться в любую сторону при наклоне позвоночника, когда мы наклоняемся вперед, пульпарное кольцо, благодаря ему мы можем наклониться вперед, можем отклониться назад. И вот тогда, когда происходит разволокнение фиброзного кольца, которое держит в себе вот это пульпарное ядро, вот если оно разволокняется, тогда, когда нет коллагена или мы не допиваем жидкости, а чаще всего эти два фактора совмещаются, вот тогда это ядро, которое стремится выйти туда, где ему свободно, вот оно выходит за пределы фиброзного кольца и возникает сперва протрузия так называемая. Я думаю, многим знаком этот термин, да? Поставьте плюсики, если кто-то слышал такой диагноз, протрузия межпозвонковых дисков, а потом возникает грыжа. Эта грыжа сдавливает корешок нервный и возникают различные болезненные ощущения. Весь этот нервно-сосудистый пучок сдавливается. Естественно, тот орган, к которому идет этот нервно-сосудистый пучок, пишут люди плюсики, то есть слышали про протрузию диска. Вот этот сосудистый пучок идет к какому-то органу. И если грыжа его сдавливает, то, конечно же, этот пучок, к которому он идет к какому органу, этот орган начинает страдать. Нарушается его кровоснабжение, иннервация. И у нас начинает там, как говорят в простонародье, сохнет нога, сохнет рука, нарушение тазовых органов. Так, Светлана спрашивает, если уже сделали операцию, удалили грыжу, как повлияет на это коллаген? Скажите мне, пожалуйста, вот если человека отвезли в операционную, удалили, то ради чего он приехал в операционную? Ну, давайте вот с грыжей. Вот привезли его в операционную, удалили ему грыжу. И что дальше? Его вывезли. А у него как была причина с ним? То есть он был недопитый, у него несостоятельная стадительная ткань, у него дефицит. Что произойдет с этим человеком дальше? Ну, удалили эту грыжу, поставили туда новый межпозвоночный диск, который, ну, там сейчас очень много эти железки ставят, там очень много приспособлений. Да, вот Ульяна пишет, опять вырастет, вырастет в другом месте, в другом. Следующий, ниже лежащий, или выше лежащий межпозвоночный диск вывалится. Поэтому операция не решает вопросов. Нужно работать всегда с причиной, с причиной заболевания, да, с причиной состояния. Почему? Почему возникла грыжа? Почему? Почему развился цирроз печени? Почему повысилось артериальное давление? Почему? И так далее, и так далее. Моей маме 85 лет, у нее опущение матки, надо ли пить коллаген? Конечно, маме нужно пить коллаген. В 85 лет страдает пищеварение, то есть наступают уже такие изменения слизистой желудка, слизистой желудка, да, что уже нарушается усвоение белка. И вот наш коллаген как раз-таки гидролизованный, да, его практически уже не надо усваивать. Он готовый. Его надо только физически поместить в желудочно-кишечный тракт, и все, и он уже там усвоится, он уйдет во все те места, которые нуждаются в коллагене. И опущение стенок влагалища, конечно же, это показание. Вы знаете, что в Корее коллаген входит в государственные протоколы лечения опущения стенок влагалища. Я думаю, что скоро и в России это будет. Вот, то есть в таких развитых странах, да, коллаген уже входит в государственные программы лечения каких-то заболеваний. И я считаю, что это... Ну, медицина же тоже идет вперед, не стоит на месте. Я думаю, что скоро и в России все это будет. Так, по поводу опущения стенок влагалища очень много вопросов. Я сейчас попрошу организатора вывести нам на экран первый подарочек, который я бы вам пообещала, бонус, да, это гимнастика. Гимнастика при опущении стенок влагалища. Делайте себе скрины, фотографируйте. Сейчас вы это не разберетесь, там очень много надо читать, вникать, прям все продумывать. Делайте эти упражнения обязательно, пейте коллаген. Если делать просто упражнения без коллагена, вам не из чего вам будет строить коллаген. Гимнастика, вода, коллаген – это три таких составляющих при опущении стенок влагалища, которые необходимо делать, чтобы решить этот вопрос, чтобы не оказаться на операционном столе. Потому что на операционном столе… Спасибо большое. Я думаю, что все успели. Давайте еще чуть-чуть подождем, чтобы все заскринили себе эту гимнастику. Когда мы идем в операционную по поводу опущения стенок влагалища, я очень часто, мои коллеги и я, мы использовали сетчатые импланты. Это не живая ткань, это не всегда приживалось. У женщины, конечно, менялись ощущения, часто очень испытывали болевые синдромы, развивались эрозии на стенках влагалища. То есть это не решение вопроса. Спасибо большое. Все, можно уже, я думаю… Так, возвращаемся. Возвращаемся к нашей сегодняшней теме. По поводу игры у нас осталось не так много времени, да. Я сейчас предлагаю поиграть, чтобы вам было интересно, в каком плане. Включайте, организатор разрешит нам, да, наверное, чтобы люди могли включить микрофон и спросить какое-то, то, что их интересует, да. Например, у моей мамы там аутоиммунный тиреоидит. Скажите, пожалуйста, каким образом дефицит коллагена или недостаточность соединительной ткани повлияла на развитие этого заболевания? Мы сейчас, я прошу только вас задавать мне вопросы именно по недостаточности соединительной ткани и по коллагену. Можете просто назвать какое-то заболевание и я расскажу, каким образом дефицит коллагена, что произошло, каким образом дефицит коллагена сыграл роль в развитии того или иного заболевания. Я пока… люди у нас осмеливаются, набираются смелости, буду читать вопросы из чата. Так, аутоиммунный тиреоидит. Вот первое, что я прочитала, это аутоиммунный тиреоидит. А аутоиммунный тиреоидит – это заболевание щитовидной железы. Раз это заканчивается на ИД, значит, это воспаление. Значит, это воспаление. Значит, в щитовидную железу села какая-то инфекция, вызвала ее воспаление. Аутоиммунный считается тогда, когда наш иммунитет направлен против клеток щитовидной железы и якобы эти антитела вызывают разрушение щитовидной железы. Я понимаю, и все понимают, что наш иммунитет никогда не будет направлен против наших клеток. Наш иммунитет всегда, как он может убить свое, наш иммунитет всегда нас ограждает от чужеродного. И раз происходит воспаление ткани щитовидной железы, значит, там кто-то сел. Либо это вирус, либо это бактерия, либо это грибок. А почему он осел? Разматываем назад. Потому что... Да? Определенную строма, это значит каркас. То есть клетки тиреоциты, клетки щитовидной железы, которые вырабатывают тироксин, ну, свои гормоны, да, они располагаются в определенном таком, знаете, как пчелиные соты. Они располагаются вот в этом матриксе. И вот этот матрикс, когда возникает, они состоят из соединительнотканных волокон, значит, из коллагена. И вот когда этот матрикс начинает разрушаться, что сделает... Вот представьте себе вот одну ячейку соты пчелиной, а там внутри клетка щитовидной железы, которая должна вырабатывать гормон. Что делает вот этот матрикс, вот эта ячейка, да, она как бы сдавливает клетку. Сдавливает клетку, и клетка начинает испытывать, что пережимаются кровеносные сосуды. Кровь пришла в щитовидную железу, в которой есть уже вирус, она принесла. Вирус сел в щитовидной железе, потому что кровь остановилась, ее пережала, да, за счет того, что разрушилась соединительная ткань. Если бы не было недостаточности соединительной ткани, если бы вот эта ячейка была твердая, эластичная, да, то она бы не сдавила клеточку щитовидной железы, и там бы не сел вирус, и кровь бы прошла мимо с вирусом, да, и не развился бы никогда аутоиммунный тиреоидит. То есть что получается у нас в начале аутоиммунного тиреоидита? Это было недостаточность соединительной ткани, недостаточность коллагена, и это однажды привело к тому, что вирус, который проходил стоком крови через щитовидную железу, просто взял там и осел, и началось воспаление. Так, дальше что у нас? Я надеюсь, что я рассказала про щитовидную железу. Так, рекомендации по применению. Как правильно пить коллаген с БАДами, совмещать с белуроном и противити? Так, ну давайте две секунды расскажу про это, да. Коллаген – это белок, который подвергается гликации, разрушается гликации, поэтому мы его употребляем только натощак, не рядом с водой, потому что вода, она замедляет пищеварение. Можно пить коллаген с утра натощак, сперва выпейте воду, сперва включите свой двигатель, желудочно-кишечный тракт, теплую воду с Coral Mine, потом через 40 минут, пожалуйста, пейте коллаген. Через 2 часа можно кушать начинать, можете на ночь его принимать, неважно, я же не знаю, какой у вас график питания, как кто-то завтракает, кто-то не завтракает, кто-то ужинает, кто-то не ужинает. Главное, чтобы это было натощак. И очень важно понимать, какой коллаген, в чем преимущество нашего коллагена, промарин, пептиды коллагена. Гидролизованный, расщепленный, нам не нужно кучу условий соблюдать, для того, чтобы он усвоился, у людей с хроническим гастритом, у людей с хеликобактер пилори, у людей с пониженной кислотностью. Именно наш пептидный продукт усвоится максимально, нежели чем какие-то другие коллагены, потому что настолько мелкие молекулы этого пептида, коллагена, что они усвоятся в любой слизистой желудочно-кишечного тракта. У людей даже с резиденцированным желудком, которые бариатрические операции прошли, которые с целью похудеть, отрезали себе половину желудка. Даже у них коллаген будет усваиваться очень хорошо. Наш промарин, пептиды коллагена. Так. Меня слышно, видно? У меня какие-то сбои. Марина, все хорошо. Ага, все, поняла. Преимущество нашего коллагена в том, что, конечно же, по дозировке 10 тысяч миллиграмм, 10 грамм в сутки белка, легко усвояемого. Посмотреть, если на состав. Ребят, глицин 3,5 миллиграмма. Это та аминокислота, которая обеспечивает растущему организму, деткам, да, глицин. Очень хорошо. Растущему организму у них формируется головной мозг, клетки формируют какие-то связи и много-много, да, всяческих таких вот процессов происходит. Глицин нужен тем, кто плохо спит, нарушение сна. Да, глицин всем нужен. Это такая аминокислота, которая обеспечивает нормальную работу нервной ткани. И болезнь Альцгеймера, да, много уже сейчас говорят о болезни Альцгеймера. Когда я говорю про антиэйджинг, как врач, да, я всегда говорю еще про то, во сколько лет нас посетит старческая слабоумие. В 45? В 60? В 85? А может быть, мы в 106 лет будем стихи рассказывать и вспоминать с четкостью до деталей, да, то, как мы там с детьми поехали куда-то в парк, все точно, все детали помнить. И вот именно состояние головного мозга и болезнь Альцгеймера зависит от того, есть у человека недостаточность соединительной ткани или нет. Потому что нейроглия это соединительная ткань, которая содержит коллаген, да, то есть вот это все, нервные клетки головного мозга, они же тоже окружены, да, определенным каркасом. Помните на картинках, как головной мозг выглядит, как грецкий орех такой, да, весь вот такой? И вот его вот эту вот структуру, как раз вот эти все извилины, вот эту форму, его вот эту вот студенистую такую, я просто на ощупь вспоминаю, какой головной мозг в операционной, вот эту вот его структуру определяет, определяет, вот именно вот состоять, состояние соединительной ткани, дефицит коллагена есть или нет, аминокислотный состав нашего организма, сколько глицина. И на самом деле, если смотреть аминокислотный состав нашего промарина, пептида коллагена, мне кажется, это самый оптимальный на сегодня состав, сбалансированный по тем аминокислотам и по тому, сколько там глицина, сколько аргинина, да, это очень важно, вот именно вот этот вот состав, может быть, кто-то об этом не знал. Так, по поводу дальше, работаем по поводу дальше, может ли коллаген вызвать запоры? Может ли коллаген вызвать запоры? Значит, как влияет коллаген на здоровье желудочно-кишечного тракта? Кишечник. Запоры – это всегда вот такая патология многофакторная, да, здесь и желчаток может участвовать, и дисбактериоз кишечника, и моторная функция кишечника, то есть очень-очень много причин у запора. Одно могу сказать, какая бы ни была причина запора, везде, у любой причины запора, всегда в начале будет нарушение недостаточной соединительной ткани. Давайте возьмем дисбактериоз, давайте возьмем синдром дырявого кишечника. Стенка кишки полая, и в ней есть соединительно-тканная пластинка, и от того, каково ее состояние, будет зависеть, есть синдром дырявого кишечника или нет синдрома дырявого кишечника. Дисбактериоз от того, какая соединительно-тканная структура у желчевыводящих протоков, желчного пузыря, будет зависеть, какая желчь будет выделяться в просвет кишечника. А желчь – это антисептик для кишечника. То есть все то, что там плохое развивается, если отток желчи будет нарушен, то тогда развивается дисбактериоз. Отток желчи когда у нас нарушается? Когда есть нарушение сократительной функции желчного пузыря, когда есть нарушение сокращения всех вот этих желчных протоков, а на них влияет, на то, как они будут опорожняться, в каком состоянии будут выводить желчь, влияет как раз таки состояние стенки самого желчного протока, желчного пузыря. Поэтому на запоры, конечно, влияет в том числе, я сейчас не говорю о недостаточности коллагена, как об одной уникальной, универсальной проблеме, которая все решает. в том числе, в самом начале, включается недостаточность соединительной ткани и потом начинаются друг за другом, вот знаете, как домино, одно упало и пошло, пошло, пошло. Так вот, я считаю, что первое, я не знаю, как правильно назвать, одно домино, одно домино, одну вот эту вот, да, прямоугольник этот, одну эту фигурку. Вот, Юля, включите, пожалуйста, микрофон, там молодой человек поднял руку, наверное, он знает, как называется одно домино. Вот, когда падает первое домино, следующие домино уже падают дальше, да, и вот как раз таки, вот первый фактор, который способствует тому, что дальше развивается все остальное, это вот как раз таки недостаточность соединительной ткани. Представьте, сколько всего мы можем профилактировать, если мы восстановим у себя дефицит коллагена. Представьте, сколько всего мы можем предотвратить, сколько катастроф, сколько неприятностей. Представьте, что мы сможем с вами сделать, мы можем замедлить старение, мы можем остановить старческое, развитие старческого слабоумия, мы можем, мы очень много чего можем, если мы восстановим недостаток коллагена в нашем организме при правильном питьевом режиме, да, это я всегда повторяю. Вот, еще пару, пару функциональные кисты яичников, пишет Галина, спрашивает, да, как недостаток коллагена может влиять на функциональные кисты яичников. Смотрите, киста яичника это тоже всегда инфекционное заболевание. В яичнике почему-то села инфекция, вокруг которой наш иммунитет начинает формировать, наша иммунная система начинает формировать полость такую, чтобы этот инфекционный агент из яичника не перешел, не стрельнул никуда, ни в глаз, ни в головной мозг, ни в сердце, а чтобы этот инфекционный агент остался там в яичнике. Вот таким образом у нас формируется киста. И что нужно, что вначале-то, почему вдруг инфекция села в яичнике? Почему вдруг? Потому что есть недостаточность соединительной ткани, потому что яичник это такой орган, который висит у нас в малом тазу, висит он на двух связках, связка, которая идет от матки, связка воронкотазовая. И вот он на этих связочках висит, и вот если эти связочки тоненькие, перекрученные, нарушается кровоток, замедляется, и пожалуйста, знаете, проходит вирус, попадает вирус или грибок, неважно, в яичник, кровь замедлена, вирус такой, эгегей, ну что, меня никто не выносит, обо мне никто не беспокоится, здесь болото, здесь застой, мне здесь нравится, я здесь останусь, я здесь сяду, и я буду здесь размножаться, развиваться, пусть вокруг меня будет киста, но зато я здесь классно проведу время. Все, развивается киста, значит, причина кисты в яичнике, это какой-то инфекционный агент, но фактор, который поспособствовал тому, что здесь инфекция в яичнике села, это замедление кровотока, замедление кровотока или лимфотока, неважно, связано с тем, что связка, в которой идет кровеносные сосуды, которые питают яичники, она тонкая, она перекрутилась, все, то есть, она, во-первых, изжала вот этот сосудистый пучок, да, все, застой произошел, инфекция села. Так, какие еще мы разберем? Фиброзно-кистозная мастопатия молочных желез, по аналогии, все то же самое, все то же самое, ребят, садится инфекция, потому что замедляется кровоток, нарушается. Ревматоидный артрит, пишут. Так, ревматоидный артрит. Ревматоидный артрит это стриптококковая инфекция, да, которая села в хрящ, суставов. Почему инфекция села в хрящ сустава? Почему она там осталась? Почему ее не смыло, как, извините, у нас, да, из бронзбойта, когда? Почему вдруг инфекция села в хрящевой ткани? Потому что там есть разволокнение, потому что есть дефицит в хрящевой ткани, дефицит коллагена, хрящевая ткань разрушена, разволокнена, сосуды разрушены, приток какой-то был, да, крови, стриптококк, стриптококк пришел, сел, начал развиваться здесь и возникло воспаление, которое вызывает вот эти все изменения при ревматоидном артрите. но я думаю, что в принципе я надеюсь, что у вас возникло у всех понимание, что недостаточность соединительной ткани не является причиной заболеваний, но недостаточность соединительной ткани является причиной многих факторов, которые способствуют тому, что инфекция садится, что перекручиваются какие-то сосуды, возникает застой, то есть недостаточность соединительной ткани, она как бы наш организм ослабляет, и мы становимся восприимчивы ко всем агрессивным факторам окружающей среды. Поэтому по поводу сроков про мужское здоровье, про мужское здоровье, как зависит. Мужское здоровье я свожу к нескольким видам. Это когда растут опухоли где-то у мужчин. Опухоли это всегда инфекционное тоже состояние. Кстати, аденома предстательной железы на ощупь такая же как миома. И при разрезе, когда смотришь на аденома предстательной железы, она тоже такая, знаете, слоистая, как лук. Они очень похожи. И если мне дадут узел миомы, которую из женщины удалили, и узел аденомы, который удалили из предстательной железы, я вот так на внешний вид их не развлечу. Они очень-очень похожи. Аденома предстательной железы в связи с этим это очень распространенное заболевание у мужчин, когда у них возникает нарушение мочевого оттока. Моча сперва тонкая струя, потом разбрызгивается струя. Тут у нас много женщин. И наблюдайте мальчишки не идут никогда. Вот мы обследуемся каждый год, идем к гинекологу, туда-сюда. Мальчишки, они очень не любят заниматься своим здоровьем. Смотрите на унитаз, на ободок унитаза после вашего мужа, мужа, папы, дедушки, сына. Обязательно всегда смотрите. если разбрызгана моча вокруг, это уже симптом того, что есть препятствие оттоку мочи. И это уже такой сигнал, что пора отправить мужчину на ультразвуковое исследование предстательной железы. Девочки не должны разбрызгивать. Нет, девочки не должны разбрызгивать. Нет, такого не должно быть. Струя мочи должна быть такая цельная. То есть у нее есть определенные параметры. Вот. О чем я? Про здоровье мужское, про эректильную дисфункцию, про снижение либидо. Тоже очень актуальный вопрос. Сейчас у меня очень много моих сверстниц 40, 41, 42 года жалуются на то, что у мужчин, у их мужей уже наступает эректильная дисфункция. Волосы дыбом у меня. Почему? Потому что это очень рано. Тестикулы, мужские половые органы, яички вырабатывают тестостерон. И уровень тестостерона определяет на то, какое будет либидо у мужчины, как будет сэрекция у него дела и состояние сосудов, кстати. И если уровень тестостерона будет падать, значит, у мужчины будут все параметры нарушены. Уровень тестостерона зависит от того, в каком состоянии находятся тестикулы. Мы все знаем, что у мужчин яички свисают на связках. И через эту связку идет кровеносный сосуд. И от того, в каком состоянии эта связка, достаточно ли коллагена, будет зависеть, сколько крови придет к яичку и сколько крови уйдет от яичка. Лимфы, крови, неважно чего. Если там будет застой, если будет нарушение кровоснабжения, вы думаете, это яичко будет способно вырабатывать то необходимое количество тестостерона, которое необходимо? Нет, конечно. По поводу еще, эректильная дисфункция очень сильно зависит от состояния сосудов, потому что эрекция это физиологический процесс, при котором пещеристые тела, это сосудистые тела, наполняются кровью. Если пещеристые тела забиты, если стенка сосудов пещеристого тела неэластичная, хрупкая, без коллагена, наполнение будет страдать, не будет заполняться пещеристые тела полового члена, будет страдать эрекция. То есть видите, насколько коллаген везде, повсюду, чего бы мы, какого бы мы процесса не тронули, какой бы мы процесс не затронули, везде в начале дефицит коллагена. Вот. У нас уже, я думаю, время подходит к концу. Если никто не хочет, не отважился включить камеру, чтобы точно я разобрала его запрос, что тогда я думаю, что подведя такие вот итоги, подведя такие вот итоги всей нашей сегодняшней, всей нашей беседы, я хочу сказать одно, что бы кто ни говорил, для меня на сегодня, для меня, для здоровья моих близких, для тех, кого я знаю, кому я могу донести эту информацию, я всегда буду говорить о том, что коллаген надо принимать в виде биологически активной добавки. Костный бульон, да пожалуйста, если вы его любите, холодец, да пожалуйста, если вы его любите, можете пить 10 литров этого, костного бульона каждый день, да пожалуйста, я не против. Если вы хотите пить каждый день 10 литров бульона костного и съедать по 10 килограмм холодца, я не против. Лично я для себя выбираю другое. Я выбираю конечно же ежедневный регулярный прием коллагена. И знаете, когда мне говорят, ой, это так трудно, Марина, или если это пациентки, Марина Анатольевна, это так трудно, это так сложно, это так дорого, я говорю, вы знаете, ваше здоровье зависит только от вас. И если вы не хотите вложиться ни временем, ни какими-то трудозатратами, ни какими-то вложениями в ваше здоровье, я умываю руки. Я дала эту информацию вам, я рассказала, а ваше дело уже, что с этим делать. И не говорите потом только, что а я ведь не знала. Ведь очень много на самом деле было у меня печальных разговоров с пациентами, когда я работала в стационаре, когда женщины плакали, плакали с такой душевной болью о том, что если бы я знала, что к чему может привести вот это или вот это, если бы я знала, как это профилактировать, как это предотвратить, я бы обязательно это сделала. Но ведь мне никто об этом не рассказал. Ведь мне никто про это никогда не показывал. и пожалуйста, Марина Анатольевна, расскажите всем женщинам, кого вы знаете, до кого вы сможете физически дотянуть. Обязательно расскажите эти знания. И потом они уже не смогут сказать того, что а мы не знали, а нам никто да, давайте, еще немножко. Олеся, Анна. Да, здравствуйте. У меня вопрос, да, видно меня? Я пытаюсь пролистать, да, все, Олеся, вижу, вижу. Да, у меня вопрос, я сейчас в такой вес вошла, 53 килограмма, уже очень давно, у меня все время был где-то, наверное, вот я помню, 2017 год, 58, и вот эти вот 5 килограммов это ушло, я занималась активно, ходила на массаж, у меня вот лишняя вода ушла, потом я пью воду давно, но вот коралловую третий год, и сейчас вот держится вес 53, и я хочу набрать мышечную массу, то есть у меня мышцы есть, но хотелось бы, чтобы было их больше, я на концепции уже тоже два года, пью и коралл детокс плюс, коловаду делаю и противопаразитарки, ну вот именно чтобы как кормить свое тело, я периодически вот, тоже по схеме там мне врачи коралловские прописывали, я делала и кальций, и цинк, и селену, то есть все это в перемешке, то есть, суть вопроса, Олесь, в чем суть вопроса? кормим, кормим, чистим, мне сейчас вот что нужно сделать так, чтобы правильно набиралась мышечная масса, то есть что мне нужно подключить, чтобы это все росло правильно, вот, физической нагрузкой я занимаюсь, сейчас еще интимная гимнастика, не просто по кегелю, а именно прокачивая мышцы тазового дна, диафрагмы, все, ну то есть все вместе, целостный подход такой. Олеся, вы молодец, во-первых, вы очень смелая и включили камеру и задали этот вопрос. ну потому что 41 год, хочется, чтобы все функционировало, и не только мышцы сверху, еще и внутри, так я бы сказала, наверное, потому что я думаю. Да, на мышечную массу, на баланс между жировой тканью, мышечной тканью всегда будет влиять нагрузка физическая, но вы сказали, что вы этим занимаетесь, и всегда будет влиять рацион питания, да, то есть углеводы минус, мышцы плюс. Я имею в виду, если мы убираем углеводы, у нас перераспределение идет в сторону мышечной ткани. Конечно же, это противити, коллаген. Знаете, что я еще хотела добавить к тому, чтобы, это по поводу мышечной ткани, хрящевой ткани, суставной ткани, для того, чтобы туда притянулось большее количество воды, чтобы они не были сухими, необходимо все-таки добавлять в свой организм гиалуроновую кислоту. Гиалуроновая кислота, она как магнит, тянет на себя воду, молекулы воды. Одна молекула гиалуроновой кислоты притягивает 600 молекул воды. И вы представляете, вот в билуроне гиалуроновая кислота, она тропна, она любит избирательно накапливаться в хрящевой ткани, в мышечной ткани, в коже, и таким образом она магнитом тянет в эти структуры, не в отеке куда-то, а притягивает воду, молекулы именно туда. И сочность мышечной ткани будет зависеть от уровня гиалуроновой кислоты. Биалурон, коллаген, противити, зарядка, питание, все. Следующий, кто-то еще хочет задать вопросы? Ага, включайтесь. Всем здравствуйте. Марина, спасибо большое за информацию такую полезную. Я думаю, что меня, и возможно, многих интересует, в какой дозе можно в данном случае у меня. Девочка, это такая средняя активность, то есть не сильно спор. Плохо слышно, да? Маргарита, не слышно было вопрос, в какой дозе что? Ребенку, допустим, восьми лет можно давать. Ну, на ежедневной основе половину бутылочки, то есть при нашей дозировке тысяч, вот в таком плане. по детям. У меня ребенок пьет коллаген, ему 15 лет, 70 килограмм, у него, когда он начал сильно расти, разрывы кожи, и я ему давала по две бутылочки в день, и прям вот эти разрывы кожи, они прям превратились из этих красных, кожа начала восстанавливать свою структуру. Я знаю, что многие, я просто сейчас вспомнила, я знаю, что многие мамы не знают, что делать с растяжками на груди у девочек, да, которые там растут, сейчас вот молочная железа очень быстро, мальчишки очень быстро растут, у них надрывы кожи, вот давайте коллаген в двойной дозе, при каких-то травмах мы коллаген даем в двойной дозе, нет дозировки, мы не можем перенасытить коллагеном детский организм, потому что у них метаболизм в 4 раза больше, чем у меня, например, в 40 лет, в 10 раз больше, чем у человека в 80 лет, поэтому скорость найдут, найдут куда, если будет, допустим, ну, чуть-чуть больше, да, там дадим коллагена, найдут, найдется обязательно то место, где понадобится этот же глицин, ну, я думаю, что сейчас ни для кого будет не лишку взять и глицином покормить свою нервную систему, да, то другое дело, что если мы не доберем коллаген, вот тогда будет уже, конечно, 8 лет одной бутылочки коллагена для решения этого вопроса будет достаточно, острые ситуации, я всегда говорю, две бутылочки, и с детьми вообще не боимся передозировать БАДы, у них скорость такая большая метаболизма, что... Так, ну что, я думаю, что на сегодня мы будем завершать наш эфир. Так, ответили на вопрос на ревматоидный артрит, все, вроде бы, вроде бы мы всем, да, поговорили. Итак, я хотела закончить этот эфир тем, чтобы пожелать вам, но не просто здоровья, да, как бы пожелать здоровья, это банально, я хочу пожелать каждому осознание, принятие, трудолюбие, трудолюбие, потому что для того, чтобы сохранить свое здоровье, предотвратить заболевание, это требует больших, это трудоемкий такой процесс, да, который, в самом начале он трудоемкий, потом это все переходит в привычку, в стиль жизни, и для того, чтобы дети не умирали от рака, крови, для того, чтобы женщины не испытывали приливы климакса в 30 лет, для того, чтобы у мужчин была доблесть, а не импотенция, для того, чтобы в 40 лет мы не встречали людей с пограничными психиатрическими состояниями, а это все как раз таки, это все про дефицит коллагена, я желаю всем здоровья все-таки в конце концов, разберитесь в этой теме, осознайте, что дефицит коллагена это серьезная проблема, это начало многих проблем, и если мы его устраним, то мы будем молоды, красивы, активны, самое главное у нас будут для меня, я очень боюсь просто, старческое слабоумие, чтобы не пришло однажды, чтобы мы не стали обузой для своих детей и для окружающих, для того, чтобы мы жили долго в здоровом теле, всех благодарю за то, что пришли, за то, что были неравнодушными, я надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Спасибо. Спасибо.